Девушки отдыхают Гоночный боевик в традициях легендарного пращура Lost Via Domus Сделать хорошую игру по фильму или телесериалу задача не из легких А разработчики относятся к таким проектам довольно легкомысленно Warhammer 40 000 – Down of War – Soulstorm Это уже третья Донгдаун оф Вор И, надо сказать, вполне себе приличный Ликуйте! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей Фак – это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Игроки со стажем помнят хардкорные покатушки со стрельбой Ставшие легендой компьютерного мира Речь идет о прародительнице этого жанра – незабвенной Death Track Почти 20 лет прошло со времен релиза этой игры И вот, ребята из Skyfall & Entertainment решили сделать ремейк Что из этого получилось, вы увидите прямо сейчас Death Track – возрождение Гоночный боевик в традициях легендарного пращура Снова будущее и снова анархия и разруха Отдушины от которых становятся гонки на выживание Мы играем за начинающего пилота К которому по дороге к славе предстоит не просто победить во множестве заездов Но и стать свидетелем необычайного коварства Присущего воротилам шоу-бизнеса Опасные для здоровья гонки предполагают применение оружия Мин – боевых роботов Рекомендуемые системные требования игры таковы Двухъядерный процессор на частоте 2 ГГц 1 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти На жестком диске игра займет 2,3 ГБ Сюжет, конечно, предсказуем Начинающий пилот Путь от салаги до чемпиона Коварство шоу-бизнеса Любовные интриги с пышно-грудой девицей Импозантный злодей весом в центнер И все в таком духе Сценарий состоит не из миссий, а из заездов с роликами в промежутках Путь к Олимпу славы лежит через победы в заездах И само собой апгрейды своей машиноубийцы Наша оценка геймплея 5 баллов Движок The Engine, на котором сегодня чего только не делают, снова пригодился Единственное но В него внедрили технологию Fast Car Физика позволяет прямым ракетным попаданием подбрасывать конкурентов в воздух Деформировать кузова машин И даже разрушать целые здания Ну и, конечно, совершать трюки и прыжки Наша оценка графического оформления 5 баллов Со звуком у игры также все в порядке Впечатляющее количество спецэффектов Атмосферный комментатор И энергичная музычка Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Итак, перед нами возрожденный Death Track С минимумом отсебятины, новой графикой И возможностью проехаться по полуразрушенным столицам мира Навряд ли создатели оригинальной игры Студия Activision могла бы высказать какие-то претензии ребятам из Skyfall За попрание честного имени дедушки жанра Игра вполне держит планку качества на должном уровне Наша общая оценка игры Ну что же, игра сумела сохранить драйв оригинала Осталось только добавить современную графику Отличный звук Множество спецэффектов В чем разработчики справились на отлично И получился первоклассный ремейк Старого доброго Death Track Единственное нарекание может вызвать топорность И предсказуемость сюжета Но в конце же концов, в такой игре как Death Track Возрождение это далеко не главное А сейчас настало время для ваших вопросов И наших на них ответов Первый вопрос Есть ли в игре какие-нибудь тонкости с апгрейдом автомобиля? Отвечаем Порядок интеграции обвесов в ваш авто выглядит достаточно прозаично Все вооружение разделено на три категории Которые в свою очередь делятся по мощности И соответственно по цене Покупайте все, что можете Копить смысла особого нет Так как по мере прохождения игры Вы будете зарабатывать все больше и больше И без новых пушек не останетесь Следующий вопрос Как только я пробираюсь на первое место в заезде На меня тут же все ополчаются и вышибают с трассы Как с этим бороться? Отвечаем Это ключевой момент игры Путь в лидеры значительно проще, нежели задача удержания онного Во-первых, вам доступно ускорение Во-вторых, максимально используйте трамплины В воздухе вас сложнее попасть И, наконец, в-третьих, не стоит забывать о том, что зеркало заднего вида вкупе с минами страшная сила Четвертый сезон сериала Lost Пока можно увидеть только в Америке Когда он доберется до нас, неизвестно Зато на прилавках магазинов уже появилась игра Lost via Domus В российском переводе Lost – остаться в живых Удалось разработчикам передать таинственную атмосферу первоисточника или нет? Мы выясним прямо сейчас С телевизионным сериалом у Lost via Domus общие персонажи, место действия и завязка Главный герой – вымышленные Его на злосчастный рейс усадили разработчики игры Пассажирский самолет терпит крушение где-то над Индийским океаном В воздухе он разваливается на две части Каждый из которых благополучно приземляется на таинственный остров Да так удачно, что почти все пассажиры остаются в живых Нашему герою повезло меньшее Бедняка хоть и остался цел, но полностью потерял память Игра создавалась разработчиками из компании Ubisoft Которые тесно сотрудничали с сценаристами нашумевшего сериала Системные требования Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц Гигабайт оперативной и 128 МБ оперативной памяти На жестком диске игра Lost – остаться в живых займет 5 ГБ Если же вы ждете от этой адвенчуры увлекательного геймплея То будете сильно разочарованы Сюжет линеен А роль игрока сведена до банальных прогулок от одного персонажа к другому Иногда придется решать логические задачки Но все они однотипны Немного разнообразия вносят фотофлэшбеки нашего героя Чтобы вспомнить очередной эпизод из его прошлого Игроку придется запечатлеть нужный момент Но даже несмотря на такой оригинальный ход Выше двойки геймплей оценить не получается С графикой сложилась довольно странная ситуация С одной стороны, все локации прорисованы с максимальной тщательностью И чувствуется сильная работа художников А с другой – плохо отлаженный движок Который явно не справляется с поставленной задачей Кроме того, некоторые персонажи, знакомые нам по сериалу Тут совершенно не похожи на самих себя Тройка за графику Музыка в Lost Via Domus, пожалуй, самое сильное место Мелодии Майкла Джокино, композитора телесериала Создают должное настроение и добавляют зрелищности Пятерка за звук В итоге мы имеем очередное доказательство того Что сделать хорошую игру по фильму или телесериалу Задача не из легких Будучи уверенными в том, что фанаты все равно Копят диск с изображением любимых персонажей на обложке Разработчики относятся к таким проектам довольно легкомысленно Тройку получает игра Lost остаться в живых Lost Via Domus Если и может вызвать симпатию То только у тех, кто сериал не смотрел Поскольку ярые фанаты первоисточника Сразу поймут, насколько скучной получилась эта адвенчура По сравнению с оригиналом Кстати, компания Ubisoft заключила контракт с Touchdown Television На создание нескольких видеоигр по мотивам популярного телесериала Так что продолжение следует А пока ваши вопросы, наши ответы По прохождению Lost Via Domus Вопрос Я поговорил с Локом, который прячется от черного дыма в зарослях бамбука А потом заблудился в джунглях Что делать? Ответ Постарайтесь отыскать обломок самолета Он укажет вам направление к следующему Таким образом, идя от одного обломка к другому, вы выберетесь Вопрос Я нашел носовую часть самолета Там в сейфе лежат фотоаппарат и ноутбук моего героя Но как его открыть, непонятно Ответ Обратите внимание на два электрощита Один из них полностью сломан, а второй находится под напряжением Но там не хватает транзисторов Возьмите их с нерабочего щитка и расположите в рабочем Таким образом, чтобы на выходе получить нужное напряжение В итоге ящик с фотоаппаратом откроется, и вы выполните задание Вопрос В темных пещерах меня кто-то все время убивает А факела хватает всего на несколько секунд Что делать? Ответ Перед тем, как идти в пещеры, купите у Майкла как минимум три факела Не экономьте их Как только вы останетесь в темноте, вы умрете Смотрите во второй части программы Assassin's Creed Культовая игра Полноценный Next Gen проект Совместивший в себе интригующий сюжет Великолепную графику И, конечно же, ультрахаризматичного героя Warhammer 40 тысяч Down of War Soulstorm Это уже третий Донг Down of War И, надо сказать, вполне себе приличный Смотрите во второй части программы Warhammer 40 тысяч Down of War Soulstorm Это уже третий Донг Down of War И, надо сказать, вполне себе приличный Assassin's Creed Культовая игра Полноценный Next Gen проект Совместивший в себе Интригующий сюжет Великолепную графику И, конечно же, ультрахаризматичного героя Очередной аддон к Warhammer 40 тысяч Down of War В Soulstorm появляются две новые расы Темные Ильдары и Sisters of Battle А также доступная всем авиация Мультиплей разжился медальками для особо отличившихся В одиночной и, естественно, очень эпической кампании Игрок может перемещаться между несколькими планетами С помощью порталов Смотрим! Soulstorm Это уже третье дополнение к Warhammer 40 тысяч Down of War Как уже было сказано, разработчики подготовили для нас две новые расы Раса Темные Ильдары Это самые злобные и кровожадные создания галактики А главное, очень быстрые Sisters of Battle также смогут найти своих поклонников Кстати, авиация будет недоступна только одной расе, Некроном Объясняется просто Эти создания восстали из-под земли Там авиация ни к чему Рекомендуемые системные требования Процессор 2,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти И 64 МБ видео А также 5 ГБ на жестком диске Одно из самых интересных нововведений Глобальная карта Она состоит из 4 планет и 3 лун Всего 31 локация Первые впечатления от Темных Ильдар Приятные Раса требует серьезного микроконтроля от игрока Будут ли они популярными в мультиплеере? Покажет время Раса сестер вызывает двоякие впечатления В одних ситуациях они не смогут тягаться с другими расами Зато в других наоборот Кстати, авиация у сестер практически бесполезна Из-за слабого урона В общем, на первый взгляд мы получили то, чего ждали Разнообразие в игровом балансе Четверку за геймплей поставить можно Истинную оценку покажут время и виртуальные баталии О графике, в общем, много не скажешь Прошло уже несколько лет с момента появления оригинала В те времена игра произвела фурор своим внешним видом Сейчас скромно держится молодцом и не требует мощного компьютера 4 балла за внешний вид Но движок могли бы и улучшить С озвучкой также все в порядке Ничего выдающегося Те же спецэффекты Та же масштабность происходящего А соответственно и озвучка всего этого Также 4 балла за звук В итоге про этот аддон можно сказать так Есть много нового и интересного и неопробованного У новых рас и авиаций есть свои плюсы и минусы Которые особенно заметны в мультиплеере В общем и без того многообразная вселенная Вархаммера Пополнилась новыми гранями Опробовать и оценить их в ваших силах А наша оценка аддона Soulstorm Твердые 4 балла Ну что, дождались? Все, кто не понаслышке знаком с игрой Вархаммер 40 тысяч Даун оф Вор Должны быть довольны Такой аддон вполне может навеять воспоминания Об эллом И заново усадить за компьютер На долгие часы Для тех же, кто ни разу не играл В эту стратегию Настоятельно рекомендуем Исправить свою ошибку И опробовать сей продукт А если возникнут вопросы по прохождению Смотрите наши ответы Прямо сейчас Рассказать обо всем за короткий промежуток времени Нереально Поэтому выберем несколько вопросов по игре Первый вопрос Изменилась ли прокачка героев в компании? Отвечаем Сама система не изменилась Примерно половина предметов новые В зависимости от расы Причем часть из них принципиально новые Следующий вопрос Я играю в компанию И каждый раз при защите территории Приходится отстраивать базу Очень напрягает С этим можно что-нибудь сделать? Отвечаем К сожалению, нет Это особенность аддона Следующий вопрос Появились ли у других рас Новые обилки и юниты Кроме авиации? Отвечаем Нет, не появились Только у некронов вместо авиации Десибер А у расы хаоса Тяжелое вооружение Прокачивается только после апгрейда базы Следующий вопрос Подскажите, какая раса С какими бонусами начинает играть? Отвечаем Все эти бонусы Описаны в момент выбора расы С момента первого анонса Эту игру стали ждать Миллионы и миллионы игроков По всему миру Когда фаза разработки Дошла до стадии расшаривания в сети Видеороликов геймплея Ажиотаж достиг своей высшей точки И было отчего Я сейчас говорю об игре Assassin's Creed Революционном проекте Призванном стать эталоном Игр нового поколения Знакомьтесь с новой иконой игрового мира Альтаир Член ордена ассасинов Прирожденный убийца И просто хороший парень Представьте Конец 12 века Иерусалим Самый разгар третьего крестового похода Здесь живут десятки тысяч человек Разных религий, культур и цивилизаций Но среди многонациональной Иерусалимской толпы Бродят и некие странные люди Принадлежащие к таинственному клану воинов Называющих себя ассасинами Нас зовут Альтаир И по роду занятий мы Один из самых профессиональных киллеров в святой земле Термин мы тут не случайен Все происходящее на экране по сюжету игры Реконструкция исторических событий В рамках генетического эксперимента Рекомендуемые системные требования игры таковы Двухъядерный процессор на частоте 2,2 ГГц Два гигабайта оперативки 512 МБ видео памяти И 5,5 ГБ на винчестере Ассасин Скрит Игра открытой архитектуры То есть главный герой может свободно перемещаться между Акрой и Иерусалимом и Дамаском Порядок устранения жертв тоже произвольный Вторым основополагающим моментом Ассасин Скрит является акробатика Кроме очевидных скачек по уступам и подтягиваний Игра предлагает заняться скалолазаньем Практически у каждой стены есть неровности Которые можно использовать как опоры То есть при должном желании Забраться можно практически в любую точку города И наконец Визитная карточка Альтаира Умение скрываться в толпе Так называемый social stealth Наша оценка геймплея 5 баллов Как вы уже поняли, качество картинки в Ассасин Скрит близко к кинематографическому В игре динамичны даже заставки В них вы не теряете контроль над своих героев, как в других играх Но самый смак это постановочные сцены убийства врагов Чем дольше вы играете, тем разнообразнее и зрелищнее становятся боевые приемы Альтаира Также отдельного внимания заслуживает продуманная до мелочей модель поведения персонажей Такого мы еще не видели ни в одной игре Это самый что ни на есть революционный прорыв Наша оценка буйства графики 5 баллов Само собой со звуком тоже все в порядке С локализацией Ассасин Скрит в России отвечает студия Акела Так что о диалогах беспокоиться также не стоит Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Итак, перед нами новая культовая игра Полноценный Next Gen Project, совместивший в себе интригующий сюжет, великолепную графику, достигший невиданных ранее высот Motion Capture и, конечно же, ультрахаризматичный герой Все это делает Ассасин Скрит полноценным хитом, мимо которого не пройдет ни один уважающий себя геймер Наша общая оценка игры 5 баллов! В Ассасин Скрит все идеально Игры, как это, не забываются никогда Их еще долго ставят в пример Их почитают за стандарт и раздают всевозможные награды Как вы только что могли убедиться, есть за что А теперь небольшой сюрприз Мы изменим традиционный ход нашей программы И на вопросы наших телезрителей ответит представитель, а вернее представительница компании Юбисофт Смотрим! Первый вопрос Можете рассказать немножечко о сюжете Чья это задумка, кто был автором идеи и вообще откуда взялись все эти персонажи Все эти картинки и все это великолепие Отвечает Джейд Рэймонд, продюсер проекта Ассасин Скрит В нашей команде много людей, в центре которой креативный директор Его зовут Патрис Дессилотс Он со всей ответственностью заявляет Это мое видение, это то, что я хочу делать Также присутствует сценарист, его зовут Кори Мэй Он написал всю историю собственноручно Вместе с ним работает целая группа левел-дизайнеров, гейм-дизайнеров Все они вовлечены в творческий процесс Следующий вопрос Расскажите о главном герое игры Кто он такой и откуда он взялся? Отвечает Джейд Он мастер Ассасин Отлично тренированный, очень самоуверенный парень В первой своей миссии он вел себя очень самонадеянно и провалил ее Затем на протяжении всей игры он старается вернуть расположение своего босса и других Ассасинов А вместе с этим Альтаир понимает, что действительно перегнул палку Что есть и другие жизненные пути В конце концов он эволюционирует и находит себя в этом жестоком мире На сегодня это все Меня зовут Андрей Воробей Это был Фак Совсем скоро мы снова увидимся А до этого Заходите в форум на сайте moosdefistv.ru Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.moosdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого!